Вместе всегда нам по пути Лучше компании не найти Не найти Знаешь, где ты? Знаю и я Жизнь важнее всего семья Это моё семья Немного романтики Ах! Что такое? Тебя кто-то обидел? Вот! Там одна такса Много лет ждала своё счастье И вот однажды Приплыл прекрасный пудель На корабле с алыми парусами Как романтично! Да, я тоже в юности Эту книгу читала И тоже плакала Мама, а как вы с папой познакомились? Это было очень романтично, да? На самом деле Всё было просто Вот так мы и познакомились Никакой романтики Бедная мама Что случилось? Я только что узнала У неё в жизни не было романтики А что? Без этого никак не обойтись? Тебе, может быть, и можно А вот женщине... В общем, надо что-то делать Что же мы можем сделать? Есть идея! Может, приколоть им? Это недостаточно прочное Это недостаточно красное Роза, с мачтой ничего не получилось С парусом тоже А так хотелось сделать маме сюрприз Эврика! Чем не парус? Молодец! Техническая сторона вопроса решена Осталось подготовить папу А вы уверены, что это хорошая затея? Суперская! Представляешь, как маме будет приятно! Она ни о чём не догадывается И тут ты такой Как принц! Здесь так красиво! Правда! Пойдём в лесу лучше погуляем? Нет! Давай ещё здесь побудем! Папа, по моим расчётам Река через 17 секунд Сама вынесет тебя на нужное место! Только не забудь принять героическую позу! Хм, постараюсь Всё идёт по плану! Надеюсь, он справится А мы пока добавим спецэффектов Ты что-то затеяла Признавайся Сейчас, мамочка! Вот! Как романтично! Что это с ним? Какой ужас! Спокойно! Без паники! Держи! Мам! Прости! Мы хотели как лучше! Думали, ты страдаешь Без этой... Как её... Без романтики! Спасибо, мои хорошие! Не знаю, как насчёт романтики Но этот день мне запомнится надолго Это точно! Идёмте ужинать Дорогая, позволь мне выразить своё восхищение Сказать, что я тебя очень, очень люблю Вот это я понимаю Совсем как прекрасный принц Спасибо Ты у меня такой романтик На новую дачу Это вам В честь успешного окончания учебного года Ура! Наконец-то лето! А когда мы поедем на нашу новую дачу? Да, а какая она? А правда, что дом у реки? А вокруг есть лес? А фотографии новой дачи у тебя есть? Сколько вопросов! Приедем, сами всё увидите Привет всем! Привет! Слушайте, мне удалось освободиться на полдня Если вы соберётесь ровно за час Я отвезу вас на дачу прямо сегодня А то следующий выходной не знаю, когда будет Соберёмся! Успеем! Ну тогда, время пошло Ура! А мы пока за продуктами сходим Держите, сейчас всё рухнет! Все целы Ага Роза, Лиза, куда вы столько платьев-то набрали? Я всего-то 15 штук взяла А я ещё даже шляпки не успела собрать Проблема не в платьях А в том, что папа и мама теперь не смогут войти Ну вот, из-за ваших дурацких нарядов Мы не поедем сегодня на дачу Ты сам вон какую кучу вещей набрал Осталось 15 минут! Времени хватит или на хорошую ссору Или на то, чтобы разгрести завал На то и другое не хватит Факт! А помните, как мы играли с дедушкой в необходимые вещи? Хм! Юнги, наш корабль налетел на рифы и вот-вот затонет! У вас одна шлюпка и три минуты времени Надо взять с собой только самые необходимые вещи Без чего вы не сможете обойтись Малыш, ты гений! Вот это всё на лодке точно не нужно Я понял, что брать не нужно Без чего были — ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что-то, мне кажется, они не успеют. Мы готовы! А вещи? Я думал, вы вот такую гору соберете. Зачем? Мы умеем собираться. Мы взяли только самое необходимое. Поехали! Дедушка! Дедушка, привет! Дедушка, привет! Добро пожаловать, юнги! Ух ты, бух ты! Гвоздь меркеды! Дедушка, мы вспомнили, чему ты нас учил. Поэтому успели собраться и приехать. Это же как настоящее футбольное поле! Вот это да! Какой простор для экспериментов! Это не дом! Это заголодный двояц принцессы Лизы! Сколько цветов! Юнги снова со своим капитаном! Внеклассное чтение Да не буду я читать эти ваши книги! Ну и что, что задали? Сейчас лето, и я хочу играть и отдыхать! Дружок, скорее, пойдем! Что? Опять внеклассное чтение? Не хочу! Какое чтение? Игра! Ты Д'Артаньян и должен спасти королеву! Ха-ха! Лизка королева! Ха! Простите этого мужлана, ваше величество! Он первый раз представлен ко двору! Ладно, ладно, я пошутил! Э-э-э, ваше величество, хотели видеть меня? Жизненно необходимо доставить из Англии мои подвески к предстоящему балу! Месье, спасите честь королевы и Францию! Конечно! Можете на меня рассчитывать, мадам! Но остерегайтесь гвардейцев кардинала! Ой! Мушкетер короля! Мы должны задержать его! Месье, защищайтесь! Все, я устала! Ага, я тоже пойду! Подождите! А что дальше? А я знаю продолжение, но не скажу! Хе-хе! Книга «Друг собаки»! Граф, по решению суда вы арестованы, и мы должны припроводить вас в тюрьму! Как? Вы где проведете всю свою жизнь? А-а-а! 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 За что? Выпусти до меня! Это несправедливое обвинение! Тише! Тише, граф Монте-Кристо! Не кричите! Все равно никто не поможет! Прошло уже 15 лет, как вы здесь! Как 15 лет? Время летит незаметно! Ваши недоброжелатели упрятали вас сюда! Нужно делать подкоп! Я выйду и отомщу тем, кто упрятал меня сюда! А где все? Я что, опять не узнаю, чем все закончилось? Кто много читает, тот много знает! Робинзон! Где ты? Ура! Новая игра! Робинзон! Ты вернулся! Смотри! Твой «Пятница» нашел много еда на острове! На острове? Пятница? Ты не помнить? Корабль потонуть, я «Пятница», и мы на острове дни и ночи, дни и ночи! И что? За это время ни одного корабля? Все они плыть мимо! Ой, смотри, еще один! Эй! Спасать! Эй! Сюда! Сос! Заберите нас отсюда! Эх, полная лодка белой собака, плохие уши, но твой «Пятница» умеет строить плод! Что же ты молчал? Надеюсь, малыш хорошо понял, как вязать плод! По моим-то чертежам! Хе! Я за них спокоен! Ю-ху! Ю-ху! Привет, Платва! Ну, теперь во что играем? Не-не-не, мы устали! Спать пора! Да! Подождите! А я что? Так и не узнаю, чем все закончилось! Лиза, я спасу королеву! А Монте-Кристо, он отомстит за себя Гена! А Робинзон, он доберется домой, малыш! Вы что, ребята? Так нельзя! Меня же всю жизнь будут мучить эти тайны! С книгой ужить, век не тужить! Хе! Дедушка, дай почитать! Дружок, все едят мороженое! Не хочешь за компанию? Подходящая компания, это такая компания, где нас могут чем-нибудь угостить! Спасибо, дедушка! Хе! Винни-Пух и все-все-все! Хе! Классное чтение! Поговори со мной, червяк! Деда, деда! А ты знал, что насекомые разговаривают? Ай! да ну разговаривают ну тогда я побегу с нашими насекомыми поболтаю Элина, Элина, подожди, давай поговорим ну вот улетела привет Пупсень, привет Пупсень я малыш, как поживаете? стойте, куда же вы? почему со мной не разговариваете? пчелёнок, стой, погоди давай поговорим, скажи хоть что-нибудь хоть словечко братишка, кто тебя обидел? со мной насекомые разговаривать не хотят значит я им не нравлюсь ты им очень нравишься, просто насекомые не умеют разговаривать а вот и нет, они разговаривают Малыш бе червячок, что ж ты меня не предупредил, что это яблоко уже занято о привет малыш, это мы говорим с тобой, гусеницы вытащи нас отсюда привет а хотите яблоко? вот, ешьте меня забыли малыш, это же я милая и хорошая божья коровка мила сейчас, сейчас я тебя достану поговорим извини, некогда болтать, у меня дела спасибо пожалуйста, счастливого пути внимание гусеницы доедают яблоко давай вкусное яблоко сладкое спасибо тебе, малыш поймала чего я бабочку озвучивать буду почему это ты? эй, ау ребята, чего умолкли то? может вам еще яблоко? только скажите ой а это что такое? моя бабочка мне озвучивать тебя малыш сразу узнает у тебя французский прононс хватит спорить ну вот скажи у бабочки крылышки у птички перышки у бабочки усики у птички хвостик а что, не так что ли? а можно я за бабочку поговорю? малыш да спорились это все она это все она ой ай улетела так это вы вместо насекомых разговаривали ну это малыш понимаешь мы это это ну да здорово это же настоящий театр насекомых такого точно ни у кого нет а можно теперь я попробую давай ай-яй-яй опять саранча урожай поела что за напасть такая ах ах неплохо перекусили теперь бы пообедать тьфу ты привидится же такое ну как хе 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 даже лучше чем у дружка хе 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 спасибо тебе дружок что помог поговорить с насекомыми а все таки жаль что насекомые сами не разговаривают хэ ха почему не разговаривают? разговаривают только у них язык другой и мы его не понимаем хаа а хочешь сегодня вечером послушать беседа сверчков Двааа! Чудес не бывает Гена Барбоскин Зелёный Гена? Почему только крокодил? Я вам что, крокодил? Генка, у тебя есть сульфат магния? Конечно, на полке справа У меня тут такое чудо случилось Чудес, дружок, не бывает Пора бы знать, не маленький Ну и не надо Ну и не расскажу А зачем ему сульфат магния? Дружок просил ему не мешать Вот ещё, фон Барон Он там всемирно-научное открытие открывает Ему инопланетяне подсказали Инопланетяне? Сегодня ночью дружку приснилось, что инопланетяне пригласили его на свой космический корабль Там они попили чаю Дружок рассказал им анекдот А потом играли в футбол И на планете они хотели ещё поиграть, но дружок сказал, что ему уже пора домой А за то, что дружок такой ловкий, они открыли ему секретную формулу какого-то вещества Которое будет самым важным научным открытием на Земле Инопланетяне? Ага Сразу поверил Ха-ха-ха Хе-ха-ха Зелёный генов Дружок! 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 открывай ты чего вырываешься дружочек братик возьми меня в свое научное открытие а а я тебе потом все домашние задания буду делать я свой джойстик подарю вместо твоего сломанного и наушники ладно я же тебя и хотел позвать а ты чудес не бывает чудес не бывает только вот что за открытие никак не пойму вот и хорошо сейчас выясним что это за открытие вдруг это телепортация теле что мгновенное перемещение в пространстве например этот химический анализатор здесь а через секунду на подоконнике как тебе и заметь без всякого приложения физических силу нет нет это точно специальная футбольная мазь намазал кеды и как дарил по мячу он на другой континент и прямо ворота и сам факт если каждый день тебе будет снится по одному великому открытию то то да да а мне знаешь сколько еще всякого такого может присниться ему позавчера шуруп приснился с ой похоже на воду я пить хочу ты что вдруг эта кислота проверим в химическом анализаторе Анализ завершён. H2O. Вода. Так я и знал. Ерунда этот твой сон. Чудес не бывает. Ну, я вам покажу. Что ты им покажешь? Свои сны? Пойдём с горя в Мортал Гав-Гав сразимся. И я, и я. Маскировка. Тебе легко говорить. Да делов-то! Подошёл к Розе и спросил, как она к тебе относится. Как это подошёл? Не, я так не могу. Привет, Тимоха. Привет, Роза. А можно малыша? Малыш, привет. Привет. Вы же пойдёте с Розой гулять. Ну да. Будь другом. Помоги. Выясню у Розы, как, как она ко мне относится. А я рядом буду. Ну, замаскируюсь там. Ух ты, пух ты. Будем играть в маскировку. Выручай, парень. А то самому как-то неловко. Я тебе больше скажу. Тут такое было. Сижу я дома. Вдруг звонок. Ага. Малыш, догоняй. Вот именно. Договорились. Ты спрашиваешь? Я подслушиваю. Я ж не знаю, что происходит. Да-да. Ага. Роза, а как ты относишься к ти... Ну, как ты относишься к ти... Лифонным разговорам? Малыш, давай потом. Я сейчас занята. Иди вон, с горкой покатайся. Ой, не говори. Да? Ты так думаешь? Вообще ничего не понимаю. Ты зачем так сразу про меня? Может быть. Издалека начни. Малыш, ты с кем там разговариваешь? Эээ... Я... Со снежинками. Ой, не говори. Постоянные бабли. Ну, давай, как договорились. Угу. Ну, да. Это когда еще физкультуру отменили? Минутку. Что с тобой, братик? Ой. Эээ... Роза, а вот скажи. Вот, например, если... Ну, вот у нас же есть соседи, да? И что? И среди этих соседей, может быть, есть... Уф. Ну, такой. Так, малыш. Давай я договорю, и потом поиграем с тобой, ладно? А пока пойдем я тебя на карусели покатаю. Да, извини. Так вот. О чем я говорила? Только зря форму таскала. Вот это маскировка. Ага. Ой! Там еще почище случай был. Ха-ха-ха! Ух! Ух ты! А ты, Ания? Зимоха? Да чего такой белый? Зима... Ой! Как здорово, что ты пришел! Давай вместе погуляем! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Шлем виртуальной реальности Служит для усиления чувства реальности в компьютерных играх Внимание! Не рекомендуется играть в шлеме слишком долго Шлем может перегреться и зависнуть Эй! Ты уже два уровня прошел! Он сейчас перегреется, а я еще не играл! Моя очередь! Я же еще не попробовал красный лазер! Так! Вот! Гена! Он что, в космонавты готовится? Куда? Да! И не в наши! А в инопланетянские космонавты! Туда только за хорошие оценки берут! Завтра улетай! Пока! Братик! Правда, что ли? Конечно, правда! Перебежчик! Я его уговаривал, уговаривал в наши космонавты пойти! Стартовал бы, как все, с Байконура! Домой бы на обед прилетал! А он ни в какую! Файду говорит служить в космический отряд зеленых человечков! Гена, ты что, улетишь на другую планету? Его сейчас нельзя беспокоить! Сложнейшая подготовка! Космический отряд зеленых человечков! Кто же там сварит ему кашу? Мне было так приятно подписывать его дневник! Кто ему скажет, с покойной ночи? А если он простудится? Эх, на одного парня в семье меньше! Не улетай! Стойте! Подождите! Девочка, нам очень нужен космонавт в отряд зеленых человечков! Если так, забегайте меня! А что случилось? Стой! Куда шлем потащила? Не дам Генке улететь к зеленым человечкам! Лизочка, пожалуйста! Ну не надо! Хочешь, я за тебя посуду побою! А? Брат улетает! А тебе хоть бы хны? Куда улетает? Какой брат? Лиза, этот шлем очень дорогой! Дорогой? А Гена тебе не долг? Ах! Ах! Ух! Ну как ты могла мне поверить? Отряд зеленых человечков! Гвоздья, следы! Прощай, братишка! Мы больше никогда не увидимся! Но я навсегда запомню тебя в этом шлеме! Прощай, семья! Пора лететь! Меня ждут зеленые человечки! Ни за что! Малыш, стой! Гена, я не хочу, чтобы ты улетал! Малыш, я никуда не лечу! Но, похоже, летит папа! Дедушка хочет на море! Класс! Новый мяч! Что может быть лучше? А где ты взял деньги на мяч? Спасибо дедушке! Выручил любимого внука! Какое совпадение! Меня тоже дедуля выручил! Все девчонки обзавидуются! Вам деньги дедушка дал? Как вы могли их взять? Он же пенсионер! У него их мало! А у тебя, Лизонька, откуда новый тромбончик? На улице нашла! Да, мне тоже деньги дедушка дал! Но я же на дело попросила! А не на ерунду всякую! Так что же получается? Мы все попросили деньги у дедушки! А что же ему осталось? Ну, сам посуди! Зачем дедушке деньги? Он же не делает маникюр! И на музыкальных инструментах не играет! И в футбол! Выходит, и деньги ему не нужны! Значит, все в порядке! Оп! Раз, два, три! Дедушка, а зачем ты все вытаскиваешь? Ты разве не поедешь на море? В другой раз, матрос! В другой раз! Придется подождать до следующей пенсии! Ну, ты же обещал отправить Шустрика в настоящее море! Не вешать нос, матрос! Смотри, сколько тут морей! И все настоящие! Отдать швартовый! Лево руля! Полундра! По правому борту акула! Шустрик, акула, не боится! Полный вперед! Штормовое предупреждение! У-у-у! Надвигается буря! Нам все ни по чем! Хи-хи-хи-хи! Да, матрос! Нам все ни по чем! Эх! И теперь дедушка не сможет поехать на море! Вот! Полундра! А мы уже всю его пенсию потратили! Как же нам теперь купить дедуле билеты на море? Есть идея! Нам ведь папа за каждое дежурство на кухне дает леденец на палочке, чтобы подсластить волку! Спасибо, что напомнила про мое сегодняшнее дежурство на кухне! Прямо сразу настроение поднялось! Сначала дослушай! Если мы много-много раз отдежуем, то получим... Много-много мозолей! Да нет же! Много-много леденцов! И мы обменяем все эти леденцы на билет для дедушки! Хи-хи-хи! Точно! Возьмем количеством! Лизка! Голова! Полный вперед! Мечты заветные Всегда сбываются От мечтой и порт Надежды светлые Пусть исполняются Мечтой и порт Помечтай со мною, мама О летучих кораблях О волшебных берегах И странах Спой Спят деревья, великаны И цветочные поля О волшебных берегах Мечтай со мной Вы, конечно, молодцы И такая тяга к чистоте и труду заслуживает уважения Но зачем вам столько леденцов? Дедушка 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 Это тебе Мне? Да, тебе Билет на корабль Да Для путешествия Спасибо Спасибо, дорогие Спасибо, внучки Дедушка Возвращайся к колее Мы будем скучать Сама невинность Мамуль, у нас есть предложение Итак, никаких подарков на ближайшие пять дней рождения Ничегошеньки на Новый год до конца школы А хотим мы за это Вот, мне вот эти, оранжевые А мне эти, хорошенькие Нам без них, ну просто никак Мы в жизни ничего никогда больше не попросим Так, кажется, кто-то забыл про самокаты, купленные на прошлой неделе И тогда вы поклялись, что будете паиньками И в жизни больше ничего никогда не попросите Не рановато ли для новых обещаний? Ну, господажа почти закончилась И... Подарки в этом месяце тоже закончились И это мое последнее слово Ты подумай Самые крутые ролики И не на моих ногах Жизнь несправедлива Хватит конючить Надо что-то придумать И быстро Дружок, можно я возьму твой мячик? Ух ты, бух ты Такие, как я всегда хотел Дай мне секундочку Мамочка, а можно мне вот их? Малыш, ты в самом деле так сильно хочешь? Да, я давно мечтал именно о таких вот Хорошо, мое солнышко Завтра куплю после работы Спасибо, спасибо! Как? Как у него получилось? Что произошло? А что непонятного? Ты подумай Он же у нас сама невинность С наивными, добрыми глазками Похлопает ими И получает, что захочет Хм, а ты знаешь Маленьким детям ведь сложно отказать Взрослые от них так и тают Взрослые, которые покупают детям Новенькие ролики И всего-то нужно вести себя Как младенец Иди я! Маленькие ролики Давайте кушать Мамулечка, лапулечка Моя любимая Каська-маласька Спасибо, мамуля Ты у меня самая плясаная Не за что Мамуль, покайми меня Дружочек, по-моему, ты достаточно большой Чтобы кушать с ложечки Ай, 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 гаечо! Аккуратней Дуй на ложечку Не умею Язычко, бобо Покайми меня Ну, хорошо, хорошо А можно с самолетиком? Самолетик летит, летит И... Приземляется Гляди, мамуль Я все ням-ням Как хорошая доча Молодец, доча Лиза хочет на лучки Я тоже хочу на ючки Нет, дружочек, погоди Так, что все это значит? Постарались быть как малыш Потому что хотим такой же подарок Ну, знаете ли От взрослых детей Я такого никак не ожидала А вы уверены, что хотите такой же подарок? Да, конечно Когда он его попросил, ты согласилась купить А нам отказала В семье всегда любят только младших Я всех вас люблю одинаково Но любовь не измеряется покупками Просто малышу это сложнее объяснить Чем моим умным взрослым детям Ладно Давайте сейчас наведем порядок на кухне А завтра после работы я забегу на распродажу Спасибо, мамуль Ты самая лучшая Так, дружочек, это тебе Спасибо, Лизе Спасибо И нашему малышу Спасибо, спасибо Такие, как я и хотел Не может быть Ух ты, пух ты Мамочка, а можно нам всем такие ролики? Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста Эх, хитрецы Ну, ладно Вечные ценности Тебе купили лайфон? Ну да, крутой телефончик Что? Да не, у меня похоже, конечно Кто неудачник? Я? Да ты знаешь Ты знаешь, какой я Сдался мне твой лайфон Эй, подожди, подожди Эх Папа Нет Ну, папа Нет Ты газету держишь вверх ногами Дружок У тебя уже есть отличный телефон Я не могу каждый месяц покупать тебе новый Вот скажи Для чего тебе этот лайфон? Перед друзьями похвастаться? У нас в семье принято хвастаться глубокими знаниями и хорошими оценками Привет А у меня новый лайфон Где ты его взяла? Победила в вокальном конкурсе молодых талантов А главный пьес Лайфончик Соловей мой Соловей Голосистый Са Лиза Мне надо с тобой серьезно поговорить Я прекрасно понимаю, что просто так ты мне свой лайфон не отдашь Я тебе лайфон? И не мечтай Поэтому я решил сделать тебе такое предложение От которого невозможно отказаться Если ты отдашь мне этот телефончик Я научу тебя играть в футбол И подготовлю к вступлению в сборную команду нашей страны Представляешь, какие там зарплаты Ты сможешь купить себе целый мотоцикл Да хоть вертолет То есть получается, что ты меняешь свой лайфон на вертолет По рукам Ага Ты меня уже научил в шахматы играть Тренер Лизка Ну подожди Ну хочешь? Штангу тебе отдам Такая сильная будешь Кеды еще есть Смотри, совсем новые Может ковер возьмешь Лизка Слушай, а помнишь, когда тебя папа на чемпионат водил? Тебе свою футболку подоил этот Как его там? Кардавкин? Да, Аршавкин Точно Я у тебя ее давно хотела попросить Для клипа, в котором я буду сниматься Представляешь? Я, Фоми Аршавкина Мы спортсмены, а не обаигены А, 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 а В общем, меняю лайфон на Фому Е Ты с ума сошла? Она же тебе велика Можно и подшить. Нет, эта форма для меня святая. Я её своим внукам буду показывать. Футболка того самого Аршавкина. Гвоздь мне в кеды, если я её кому-нибудь отдам. Ну тогда булавку мне в туфельки, если я кому-нибудь отдам свой лайфончик. Соловей мой, соловей, голосистый соловей. А почему вы мне не хлопаете? Я же спел лучше, чем Лизка. Разве мы хлопаем неудачникам? Нет! Разве мы хлопаем тем, кто не следит за модой? Нет! Только современные, модные, крутые и продвинутые дети достойны аплодисментов. Почему это я не продвинутый, а Лизка продвинутая? Потому что у неё есть последняя модель лайфона. А у тебя нет. Нет! Неудачник! 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 Я исправлюсь! Исправлюсь! О! Бл! Лизка! Я согласен! Привет! Через что я с тобой говорю? Да-да-да! Теперь у меня тоже лайфончик! Как неудачник? Опять неудачник? У меня же лайфон! Лайфон гвоздь мевкеды! Как устарел? Совсем? У тебя уже новый? Что? Эй! Подожди! Не вешай! Вот видишь? Чуть-чуть подвезла и в самый лаз! Выкини свой старый лайфон! Не будь смешным! Лайфон ничто! Лайфон 2! Всё! Живи в ритме лайфон! Папа! Развитие таланта Ого! Лизка! Ты теперь в наседки подалась? Бе-ге-ге! Ой! Малыш! Ты почему в шапке? Ужин на плите! Ну прям вообще! Что происходит-то? Ну! Ну! Давай! Да! Ой! Ой! Эй! Вы чего здесь делаете? Ну! Что случилось? Вы что, все оглохли? А? Я спрашиваю, почему вы сидите в ванной? Ой! А-а-а! А-а-а! Итак, весь день! А-а-а-а! 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 Ни за что! Отсутствие тенёвки – это гибель для голоса. Я должна репетировать постоянно. А будете мне мешать, скажу маме, что не даёте таланту озвиваться. Секундочку. Когда Лиза ест яйца, можно услышать тишину. Ага. Ням-ням-ням-ням. Ммм, такая вкусная шоколадка. Правда, я уже таких две съела. Хочешь? А это не въедно для связок. Нет! Сработало. Подозреваю, что шоколадка скоро закончится. Значит, нужно много шоколадок. Эх, Лизка всё это за неделю не съест. Тишина! Спасибо, я наелась. Больше не надо сладостей. Надо было есть натворного в конфеты подложить. Придётся ждать, когда Лиза станет звездой и уедет на гастроли. Мы столько не продержимся. Я знаю, что нужно делать. Что, больше некому-то обку снять? Алло. Это Лиза? Да. Это я. А это я. Жанна-киска. Лизонька, ты очень талантливая девочка. Но понимаешь, у тебя как раз сейчас формируется голос. И если ты его сорвёшь, то никогда не сможешь петь. Так что потерпи. Годика два. А лучше три. Да, хорошо. До свидания. Слышали? Я звезда! Ой, мне же нельзя кичать. Представляете? Я поднимаю трубку, а там... Жанна-киска! Что? Где? Ой! Ай! Ну что такое? А что гудить-то? Да в чём же дело, наконец-то? Что за шум? Ну сколько можно шуметь? Доброе утво. Я тут подумала, вас уж мне петь пока нельзя. Буду осваивать твампун. Не попадать же таланту. Нет! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!